Аминное средство. А также старинный рецепт. Берем 200 грамм сушеной крапивы, заливаем 0,5 водки или 70 градусного спирта. Горло бутылки завязать к марле или салфеткой. Первые сутки настойку держать на ткне. Остальные 8 суток в темном шкафу процедить, отжать, хранить в темном месте. Принимать по 1 чайной ложке на таштар за 30 минут до еды и 1 чайную ложку на ночь перед сном. Выпить весь настой. Человек становится бодрым, здоровым, сердце улучшает свою работу, улучшается состав крови, движение становится легче, проходит склероз. При самовыделении мочи пьют настой с 50 грамм крапивы на 1 дитр кипятка по 200 миллиграмм 3 раза в день. Сок крапивы, смешанный с солью, рекомендуется применять для смазывания раковых язв. При миозитах, неврогенстерских болях, суставной алюматизме, жалят свежей крапивой больные места. Крапиву с корнями смельчают, заливают кипятком, настаивают полчаса и процеживают. Принимают в любое время. При дерматике, экземе, аллергических сипях, плохом росте волос на голове, курс лечения 12-14 процедур. Для очищения крови, при хоронкулезе, зуде, кожных заболеваниях применяются составы лист крапивы, лист одеванчика, лист цветки терновника. Всего берут поровну, перемешивают. 2 столовые ложки смеси заливают дома стаканом кипятка и настаивают на водной бане 15 минут. Охлаждают, процеживают, принимают по 1 треть стакана 3 раза в день. Толстенные листья крапивы прекращают кровотечение из носа. А крапивное семя помогает при потере обаяния и открывает закупорки в решетке чистой кости. Если крапиву варят разом с ячменным изгодином, она протестает грудь. Или же листья крапивы отваривают с ячменем. Тогда они удаляют находящие в груди густые соки при кашле. Крапивное семя действует сильнее. Оно устраняет астму, стоятие дыхания и холодный плеврит. При обильных белях ежедневно пьют по 3 чайные ложки в день сока из листьев крапивы жвучей. Это малая крапива. А при продолжительных месячных чаях из напара листьев тоже крапивы жвучей малой. 50 грамм на 1 литр кипятка по 1 стакану 3 раза в день. При опухоли селезонки принимают 3 раза в день на кончике ножа порошок и смеси. В ранних частях шалфея, листьев ларцета листного подорожника и листьев крапивы жвучей. Запывают водой. При гоморрое, когда шишки расположены внутри и сильно боит повесниться, в животе ниже пупка швыщаются рези. Ежедневно пьют по 4 стакана отвара из листьев крапивы, жвучая это маленькая, и кори крушины. Каждой по 8 грамм на 1 литр воды. Смески 5-10 минут. Охлаждают.